Эстафета Победы прибыла на Улан-Удэнский вокзал около 10 часов утра. Главный символ марафона 6 апреля был передан нашим пограничникам в Чите. В столице республики эстафету встретили стражи границы, а также первые лица республики и города. Эстафета Победы является именно дань памяти подвигу всех народов, которые входили в состав Советского Союза и которые сейчас проживают в составе государства Содружества. Эстафета проводится один раз в пять лет и каждый раз ее символ меняется. Сейчас это небольшой кубок, в центре которого пограничный столб, а на нем орден Победы вокруг пламя. Право нести символ эстафеты на региональном уровне предоставили лучшим стражам границы, в числе которых ветеран пограничной службы Василий Колбинский. Для подрастающего поколения эстафета на сегодняшний день очень важна, потому что с каждым годом ветераны Великой Отечественной войны уходят из жизни. И они передают этот опыт. Мы, чуть помоложе поколения ветеранов, должны продолжить их славные боевые традиции по передаче передового опыта молодому поколению. Главная цель эстафеты – почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне, отдать дань уважения ветеранам. Сегодня, пожалуй, это актуально, чем никогда ранее. Особенно сегодня, тогда попытки переписать историю со всех сторон продолжают иметь место быть. Надо помнить о том, что это наша общая победа, это наше общее достижение, это наша гордость и это наше будущее. В большом счёту этим мы живём, и без этой Великой Победы ничего бы не случилось, и нас бы наверняка не было тоже. С железнодорожного вокзала эстафета отправилась в Петропавловку, оттуда в Кяхту. В Улан-Удэ участники марафона прибудут 10 апреля, где на площади Советов символ эстафеты будет передан пограничникам из Тувы. Конечный пункт – Москва. Согласно графику, участники эстафеты должны прибыть туда 28 мая, в день пограничника. Батар Ламбаев, Вячеслав Сердюченко, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok